Приехали в хозяйство Старопольского края, встретили здесь Радогостовский культиватор 17-го года выпуска. Ну если не из самых первых, то наверное один из первых. Покажу шильдик, чтобы не голословить. Это 6-метровый гидрофицированный культиватор. В принципе, если присмотреться, практически конструктив не поменялся. Такой же мощный, как и современные последние. В хозяйстве практически ничего не дорабатывали. Единственное, что на боковых колесах убрали лапку перед колесом, поставили назад. Я им посоветовал то же самое сделать и на опорных колесах. Убрать лапку, сдвинуть, поменять местами, так сказать, заднюю. То есть, эту убрать сюда, а заднюю поставить за колесом. Единственное, доваривали шток, проваливается по земле, по сырой. Доваривали шайбу, вернее регулировочную, вот видно. Но это уже сами ребята. Интересная конструкция катков. По заказу делались штрегеля. Ставили 12-е, вернее 10-е. Штрегеля сейчас поставят 12 миллиметров. Штрегеля это, в принципе, расходники. Старые катки, я так понимаю, это, наверное, одни из первых родогостовских катков на подшипниках. Естественно, это не ФКЛ. Ну, тем не менее, отработал культиватор, как говорит хозяин, 2,5-3 тысячи, но что-то около этого. В принципе, кроме поломанных штрегелей, ну это как бы расходники, ничего не заменено. Задние катки, единственное, не сняли. Вот одна пара катков на цепях висят. Я так понимаю, что регулировки нет, только регулировка по высоте, переставлением. Вот здесь вот пальцев или скоб. Штрегеля еще не регулируются по углу наклона, то есть трубы штрегелей жестко стоят. Ну, а так, замечаний нет. Лапки стоят еще родные. В принципе, приятно услышать. Я удивлен, что около трех тысяч отработали лапки. Стойки тоже 45 на 12 родные. Лапки, в принципе, в хорошем состоянии еще. Как показать. Ну, вот лапку видно. Лапки еще в хорошем состоянии. Ну, замечаний таких нет по культиватору, в целом, по его работе. Единственное, что отметили для их земель, он тяжеловатый. Купили вот белорусские они для предпосевной. А этот используют на все случаи жизни, так скажем. Вот, как бы подтверждение того, что лишний раз убеждаешься, что родогос делает вещи, которые не требуют. Даже вот по истечении, там, пяти лет, трех тысяч гектар. Много, не мало, но, тем не менее, три тысячи гектар – большой срок. Видно, что нигде он не подварен, нигде он ничего не переломано. То есть, вот если пройти, все пальцы, все родное стоит, нигде не болтается, не люфтит. Поэтому можно говорить, что родогос – это качество. Ну, а с годами, учитывая пожелания клиентов, качество только возрастает. Так что, лишний раз подтверждение того, что очень надежная техника, хорошо продумана, хороший конструктив, заложен большой запас прочности. Ну, и, соответственно, эта старая модель, на новых улучшен шлейф, имеется больше регулировок. Поэтому приятно видеть бодрый, свежий культиватор, не варенный, не битый, ну и в полной боевой готовности.